Итак, друзья, прежде всего, чтобы получать умный анализ вашего веса, ну или вашего тела, заходим, значит, в профиль, вот здесь в МИФИТ, и далее умный анализ. И здесь анализ телосложения. Получите руководство, полученное на основе вашего типа телосложения. Вот здесь ставите галочку. Итак, друзья, как включить умное взвешивание, чтобы вам показали количество жира, массы, мышечное у вас в теле? Ну, по крайней мере, как это делаю я. Конечно, как-то через жопу всё реализовано, прошу прощения за выражение. Заходите в приложение, становитесь на весы и выходите из приложения. И вот после этого взвешивание, видите, запускается вот такая вот штука. Надо теперь ждать, видите, там тоже загрузка происходит на самих весах, вот они загружают. После чего проходит время некоторое, и вот анализ. Смотрите, жира 28,6, высокий жир, высокий процент жира. Вот здесь вот, выше среднего, высокий, у меня вначале высокий. Очень, ну, хорошо, что не очень высокий, я этому рад. Вода 50, недостаточный. То есть, недостаточно воды, ну и действительно, друзья, я мало пью, и мне сейчас даже хочется пить. Недавно только пил и немного пью. Основной обмен, значит, тоже средний какой-то, цели не достигнуты. Висцеральный жир 12, высокий, желудочный жир. Но зато с мышцами всё хорошо, смотрите. Хороший белок хороший, костная масса тоже нормальная. Возраст тела, смотрите, меня просто убило 40 лет. Просто у вас вашего тела больше вашего фактического возраста. Это указывает на небольшое старение организма, значит, отсутствие физической нагрузки и отход ко сну в позднее время может привести к старению организма. Ну, друзья, если я выгляжу на 40, я не знаю, просто никто мне ещё не говорит, что я выгляжу на 40. Придерживайтесь регулярного, прошу прощения, графика работы и отдыха. Откажитесь от жирной пищи и занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошей форме. Идеальный вес для меня 73 килограмма на 20 килограмм, на 22 килограмма меньше, до 21,5. Ну и телосложение у меня плотное. Забавно немного, но ладно. Можно чуть-чуть. Оценка тела. Это оценка, полученная путём анализа данных о росте, количестве жира в организме, количестве воды, мышечной массы и других показателей. Статистика. Вот. Видите, когда-то я весил ноль. Потом поднялся. Ладно. Я шучу. Я просто не знаю, что обозначает этот график. Вот. Ну, ладно. Так что, что ж, время развиваться. И заниматься действительно может спортом, развивать своё тело. Потому что, ну, такие показатели действительно удручают немного. Ого. 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 Продолжение следует...